Всем привет! И сегодня у нас на распаковке моя новая камера от компании Panasonic, модель G7. Данная камера снимает видео в формате 4K, обладает супер качеством видео. До этого у меня была камера от компании Canon. И эта камера будет на порядок лучше в качестве, чем была камера Canon. Стоимость данной камеры составила 55 тысяч рублей. В зависимости от магазина вы можете приобрести камеру чуть дороже или дешевле. Ну что же, давайте начнем распаковочку и обратим внимание на коробочку, посмотрим, что же здесь изображено. На лицевой стороне мы видим название Panasonic, DMC G7K. K означает, что в комплекте у нас идет объектив. Объектив 14-42 мм, с диафрагмой 3.5-5.6. Камера стандарта Micro 4.3, снимает видео в формате 4K. Камера идет с программным обеспечением версии 2.0. А также в подарок идет Lumix Academy. Интерактивные мастер-классы, специальные предложения, фотоконкурсы. Изображение видим самой камеры. Цвет у камеры черный. Также идет камера в сером цвете. Но у меня черный цвет. Камера серии G. Значит, с боков. С боков мы имеем порт HDMI. Здесь у нас штрих-коды. Здесь также повторение надписей на лицевой стороне. Снизу у нас вот такое изображение. Wi-Fi имеется в камере. И также у нас сзади имеется 16 вот таких вот иконок с основными характеристиками камеры. Основные характеристики таковы. Сенсор на 16 мегапикселей. Full HD видео. Видоискатель OLED. 2 миллиона 360 точек. Поворотный LCD-экран. 1 миллион 40 тысяч точек. Непрерывная съемка 8 кадров в секунду. Контрастный автофокус по технологии DFD-PPD. Фирменные технологии от компании Panasonic. Автофокусировка при низкой освещенности. Фокусировка по касанию по экрану на определенном объекте. И тогда камера фокусируется. Съемка 4К фото и видео. Функция таймлэпс. Функция панорамной съемки. Фокус пикинг. Фокус пикинг в данном случае, ну или вообще, это обрисовка контуров изображения объекта на экране. Тем самым мы видим, что у нас в данный момент в фокусе. Встроенная вспышка. Креативный контроль. В данном случае, скорее всего, это постобработка изображения самой камеры. Инструкция по сценам. Здесь существует множество предустановленных сцен. И мы можем понять, каждая сцена за что отвечает. Беспроводные технологии. В камере есть Wi-Fi. Ну что же, давайте откроем коробочку. И посмотрим, что лежит внутри. Открываем коробочку. И сразу же видим. Дополнительные аксессуары. Внешний микрофон. Внешняя вспышка. Пульт управления. Аккумулятор. И кольцо-переходник для объективов других стандартов. Сразу же у нас идет документация. Сама камера. Вот такой вот ремешочек. Вот такой вот ремешочек идет. Бленда. Объектив. USB-кабель. Вот такой вот кабель для синхронизации камеры с компьютером. Кабель для зарядки. Аккумулятор. Также зарядное устройство. Вот так вот оно выглядит. Что же, в коробочке у нас все. Пока ее уберем. И рассмотрим все более подробно. Значит, у нас имеется камера, объектив, бленда. И куча еще других принадлежностей. В пакетике у нас идет диск с программным обеспечением. Гарантийный талон. Руководство по фото. Основные инструкции на украинском и на русском. Также давайте рассмотрим аккумулятор. Аккумулятор у нас вот такой. Вот так вот он вставляется у нас в зарядочку. Проводочек в зарядочке. Кабель синхронизации. Вот кабель синхронизации у нас не microUSB, а особый. Который используется в камерах Panasonic. И это не совсем плюс. Так как вам придется искать его и покупать подороже, чем бы вы купили обычный microUSB кабель. Это, конечно же, не очень плюс. У нас имеется вот такой вот ремешочек. Ремешочек тоненький. Он такой как бы бумажный, знаете, по ощущениям не очень качественный. Вот. Скорее всего, это кожезаменитель. Рассмотрим объектив давайте. Объектив сразу же хочется отметить, что помимо того, что он очень маленький, он выполнен полностью из пластика. Что говорит, в свою очередь, что цена объектива невысока. Объектив, значит, у нас 14-42 мм. Вот даже если посмотреть, даже вот кольцо крепления к камере у нас также выполнено из пластика. Я вижу такое в первый раз. И, соответственно, не очень получается у нас дорогой объектив. Вот. Ну что же, это мы рассмотрели. Давайте посмотрим теперь на саму камеру. Сама камера у нас тоже очень легкая. Она достаточно компактная. Выполнена также полностью из пластика. По ощущениям, выглядит менее профессионально, чем камеры Canon. До этого у меня был Canon 650D, и он как-то посолиднее смотрелся. Здесь же, конечно же, все менее солидно. Вот. Но, чем мне нравится эта камера, здесь много различных колесиков, кнопочек. Соответственно, можно будет намного быстрее произвести настройки. Ну что же, давайте соединим теперь объектив с камерой. Так, вот мы соединили объектив. Давайте оденем бленду. Так, вот так камера выглядит с объективом. Ну, как бы уже, конечно же, немного посолиднее смотрится, особенно из-за бленда. Так, давайте оденем аккумулятор. Аккумулятор вставляется вот в отсек снизу. Также здесь вставляется карта памяти. Что хочется отметить, крышечка закрывания не автоматически закрывается, как в фотоаппаратах Canon. Здесь нужно передвигать переключатель на лок. Все, теперь он закрыт. С аккумулятором, с объективом камера потяжелела, более солидная стала. Но все равно она достаточно компактная, что, наверное, плюс. Если вы будете много путешествовать, ее можно будет взять с собой, и она не займет много места. Так, включаем камеру. Открываем экранчик. Так, сразу же камера нам предлагает установить часы. Сейчас я делать это не буду. Мы видим, что камера работает. В дальнейшем я проведу тестирование, разберусь с функциями данной камеры. И сделаю полный на нее обзор. Сравню ее с камерой Canon, с качеством изображения, которое у меня было до этого, и с этой камерой. И сниму полный обзор. А на сегодня распаковочку я завершаю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok